Я, между прочим, пятисильный. Это хатша. Четырехтак. Орловская. Сейчас он будет есть рыбу. Засекает. Не дождите. Про первую рыбу помнишь историю? Ты хочешь повторить? Мажем? Давай. А секретное оружие-то работает. Редкостная. Вкуснятина. Понеслась. Приступаем к кулинарной страничке нашего путешествия. Фондю в рулете. Будешь? А то есть нормальная, привычная еда, не вариант. Нет, я по классике. Я по классике. Ишенка, кашка, кофеечек вкусный. Сейчас тебе такое приготовлю. Ты локти облизывать будешь. А где рулеты-то? Сейчас будет вот сначала подлива. Подлива? Есть ты явно не хочешь, да? Очень тяжелый подлив, кроме воды, ничего. Это и есть подлива. Да? Окей. Я тебе как-то охотно верю. Мне все равно это не есть, но на тебя посмотрю. Ой, больно аппетитный процесс. Аж слюна пошла. Подливы сдобрил? Слюна полная кастрюля. Ты же сам сырок нарезал, прикидываю. Длинновато. Что значит покороче? Ну откуси, ты же завтракаешь. Чего стесняться? Я же для тебя готовлю, друг, ты слюной приедешь. Слушай, я же говорю, я не буду это точно есть. Я могу, конечно, слюну слезать с своих локтей, но есть я это не буду. Глаз, алмаз. Для твоего фондю от сердца отрывает вас практически. Сурочек отъел. Сейчас загорится. Не переживаю. Я, пожалуй, по классике. Я пока ищен. Ладно? Вот как раз-то этот ножичек воспользуюсь. Что-то каким-то... Какой-то пластмассой пахнет. Не находишь? Ну, может, это нормально, стандартно заполучать или нет? Ай-яй-яй. А ты еще это и заворачивай. Ну, в общем, как-то вот так. Такой рулетик. Ну, блин, он развалился. За эту же звезду Мишлена получить можно. Ты что, совсем что? Вот очень не хочется ей получить, поэтому пусть она достанется тебе. Ну, давай. А я как-то без звезд, знаешь. Я не суворов. А запах? Ну, ладно. Да, а запах? Прощай, здоровье. Да. А, кстати, вопрос. А далеко ли здесь, до ближайшей больницы? Нет, так просто, если что, туда бежать. В пятом домике все выйдет, если что. Мое блюдо, главное, говорят, что это вкусно, сытно. И очень много спасибо потом говорят. А зачем Мишленовские звезды? Мы же не едим Мишленовские звезды. Поэтому я говорю, что мой организм слабо подготовлен к высокой, какой-то творческо-интеллектуальной кухне. Вот поймает вот этот вот интеллектуал сегодня рыбу, я тогда на обед приготовлю вкусную похлебку. Я, между прочим, пятисильная тахатша. Из четырехтак, да. Орловская. Ну, да, что-то. Из Черноземья. На рыбе вскормленный тахат, старей, пятисильный, шпарит, а? Притом, между прочим, не носом, как вы видите, да, а кормой, да? Я правильно же говорил? А мы легких путей-то не ищем. Бери подсак. Да, это суда. Бери подсак. Кочегар. Такой слегка. Кочегар, главное, на лайтовую снасть. Это дорогого стоит. Вот кто гоняет. Вот он пошел. Вот кто гоняет, я тебе говорю. Блин, куда-то днем гоняет. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, я только... Блин, ну там вообще машина была. Машина была, ой-ой-ой какая. Реальная машина была. Ты видел, попер? Слушай, вот сюда, вот прям вот, недалеко. Вот где-то вот так вот кидай. Не-не-не, это очень... Машина? Да, это где-то 2,5 тонн. Мы сейчас поближе посмотрим. Уху-ху! Да, покажи камеру. Душку открыть. Да, это 3-х где-то. Есть! Второй подряд. Все с той же коллеги. Но это поменьше. Класс! Красавчик! Вот чем они мне здесь нравятся? Потому что они... Потому что они... Смотри, как щука! Вот это класс! Под подушечку ее полторашечку. Нет, полторашечка. Поларашечка. Ну, в домике. Вот это точно железно, как минимум, 5. Деван, не жать тебе поклон до всей вашей земли. Спасибо огромное. Смотри, что еще. Леха! Лучшая приманка! Это колбаса! Обалдеть! Ну все, слушайте, прям с нас лаверды. Все чисто. Такая красотища. Расскажите, пожалуйста, нам, как вы готовили это чудо? Вот это красота вообще. И что это за рыба? Коктал. А, то есть это рыба так называется? Да, это стоп-талобик. Ага. И что у него входит? Лучок. Все съедобное. Не отравитесь. Да, соус там делается. Вот. Это самая подехитрая история. Это соус. Добавляем ананас, но это на любителя, конечно. Пробуйте с ананасом, а так можно любую сверху добавить добавку. Это буба! Добавляем ананасом. Какая-то непонятная постановка, блин, если честно. Я понять не могу. Да то ли встали как-то кают. Ее даже не нащупываешь. Я вот что-то нащупываю, не понял, коряга нет. Вообще надо, наверное, это. До первой рыбы. А то сегодня тут молотили, молотили, ничего. А, кстати, про первую рыбу помнишь историю? Ты хочешь повторить? Ну, я-то не прощу. Что, я-то он тогда хорошо поел. А ты думал, я твои окуня буду жрать. Да то, что, конечно, потом пришлось за это сизер есть. Вот это да. Так, может быть, сейчас? Нет, спасибо. Я сыт в плане чизера. Я хотел так, чисто, на интерес предложить, кто первую рыбку с этой точки снимет. Куда привел нас, Сусанин? Окуня ловит. Давай замажем. На окуня? Да. На первой рыбы? Ну, кто поймает первую окуню? Да. На что? А проигравший съедает рыбу. Мажем? Давай. По рукам. Погнали. Сейчас он будет есть рыбу. Засекай. Не дождет. Небольшой, но победный. А знаете, как приятно? Ай, иди сюда, иди сюда. Ну, ладно, у него еще есть шанс. Он не закончил еще проводку. Возможно, сравняет счет. Ну, все, Витя. Приятного аппетита, дружок. Хороший товарищ. Ты что делаешь? А никто не договаривался, какую рыбу мы будем есть. Условие спора было какое? Рыба. Проигравший ест рыбу. Я с удовольствием съем рыбу, братан. Я предполагал, что ты на домашнем водоеме меня победишь. Так что рыбу я съем. Все по-честному. Никаких претензий. Завидуйте. Это ж тюна. Огонь. Вкусно? Очень. Это получается, я проиграл, а ты наелся сыт. Однако ты сообразительный. Мажем до 10. Рублей? Окуней. Так. Проигравший съедает не рыбу, на которой я уже видел, как ты обошел это все. Ну, все же интересно. А съедает сизерком с майонезом. Договорились? То есть ты намекаешь на съедобность резины джакал. Да, силикон съедобный. Между прочим, еще с майонезом. А трактантик такой. Подготовился. Домашний заготовок. Так естественно, водоем-то домашний. Домашний заготовок. Один. Ноль. Один, один. Еще девять. И приятного аппетита. Смотри, смотри, смотри. А, щука, не в счет. Как это не в счет? Нет. До 10 играет. А, куней. За 10. А, куней. А, куней за 2. Нет. Да. Вообще. Да. Вот, акунек. Вот видишь, вот это, вот он, акунек. А твоя щука не в счет. 2-0. 2-0. Завидуешь? Завидуешь. Молча. Вон, видишь, как на глис вышел. Ты посмотри. Да как бы он на глис не вышел, моя одна за 2 твоих. Опа. Мы как спорили? Как мы спорили? Четко оговорено. А, куней. 2-й. Обидно. Все-таки рыба. И 3-я рыбка в активе. Видите, а? 3-й. Еще не вечер. А там кабани щука. Что-то как-то дюжи яро башкой трясет. А, нет. Это какой? Это четвертый. И все, на самом деле, недалеко от берега. В прибрежной канавке. Отдай. Почти экватор. И свернись, душа, от такого кишиша. За майонезом пошел. Ну, хотя, на самом деле, что у нас счет-то 4-0. Вон идет, сейчас гремит. Не дождетесь! Да ты вот так и сиди! Опять земля из плотов уходит! Никому не говори! Просто Максу кто-то выдернул грунт из-под ног, прикинь! Умный, конечно, в гору не пойдет. Но дюжи наученный на Максимкином опыте в нее полезет, чтобы потом на заднице покататься. Надо не отставать от коллеги, а то и так я присосался без поклевочки с выброса. Ну, неактивный, конечно. Макс, я тебе хочу сказать, да, они нервные, да, они красивые, но я такого могу и там и сюда ловить. Ну, в чем проблема-то? Проблема в том, что я думал, он крупнее. Он здесь есть крупнее, мы ловили крупнее. Ну, видишь, погода. Погода, активность, рыба. Не, меня этот средний размер шеф не очень нравится. Если это не шнурок, то это хороший окуль. Нет, нет, это хороший окуль. Вот это уже другой. Ну, вот вы таким согласны. Да, это неплохой окунек и по счету... Вот это горбачек. И по счету шестой. Ну, это уже приятно. Вот, в принципе, вот за такими окульками мы сюда ехали. Только пока мы довольствовались небольшими рыбками, но все равно вот. Главное, что он есть и мой друг Витя вот в этом убедился. Витя, да? Согласен? Вот это хотя бы на окуню похоже, за которым мы сюда шли. Поэтому наш спор я бы начинал с этого места и вот с этих окуней. А все то, что было до этого, пожалуй, моя щука перекрывала. Хоть она и не окунь. И, кстати, приманку я так до сих пор и не менял. Как изначально я ее поставил. Ну, просто я знаю, что она на этом водоеме. Даже не брать конкретно этот водоем. Очень хорошо, на самом деле, работает по окуню. Вот в этом цвете. Это у меня вобринг в размере 2,5 дюйма. И вот такой результат. Ну, как я и говорил, 7-0. Седьмой полосатый в моей квартире. Калина красная. Мороженое. Обалденно. Кстати, хорошо перекусить после вкусной рыбки. Она что, тренируется? А Максим-ка-то и не знает. И позавтракал. И тебе десерт. 33 удовольствия. Ну, погнали дальше. За майонезом ходил. Не могу сказать, что я расстроен. Ибо сверху тунца можно, в принципе, ищи зеркалкой. Ну, тогда лосик засекай. Я же говорил, просто вот идеально. Притирку с травкой. А там, видишь, вот смотри, вот там трава, мусор. И под ней просто вот такая бровка крутая. Вот, нет, здесь нет. Восьмой. Вот, конечно, вот размер. Ну, все равно, на самом деле, очень приятный так унек. Давай. А мы тут рыбу ловим. Калину едим. А вот этот девятый, и он зачетный. Он очень хороший. Это щука. Нет, нет, нет. Я знаю, что там стоит окунь. К под травкой на крутой бровочке окунек. Глянь, смотри, как давит. Ну, где ты? Покажи. Полосатый, девятый. Опа. Оп-пля. Вот это вот. Вот это в моем арсенале второй. Второй? Потому что все, что ты ловил до этого, я одной щукой перекрыл вначале. Реально, поклевка прям там. Да. Девятый. А на этом забросе, я думаю, мы сейчас закончим наши пари. И продолжим просто ловить рыбу в свое удовольствие. Какое тут может быть секретное оружие против такой сухой пролетной серии? Только динамит. Хотя, сейчас мы попробуем. Один аргумент. Нет, он просто десятый. Он просто пообедный. Я бы его даже за окунь не зачел после твоих реальных двух. Ну, в любом случае, мой друг, приятного аппетита. Я тебе желаю дважды. Вот он. Такой. Сто-граммовик. Хочу тебе, мой друг, сказать, что мне не стыдно проиграть. Да это, походу, щука, что ли? Что мне, на одних щук, что ли, что не везет? А нет, смотри. Это офигенный окунек. Закрылся. Я же сказал, секретное оружие-то есть. А секретное оружие-то работает. Ну что, дорогие друзья, приступаем к кулинарной страничке нашего путешествия. Идем есть сизерком. Витя, ну я приготовил. Ну что, есть, да? Не, ну все по-честному. Я согласен. Единственное, конечно, я тебе не прощу вот эту щуку, которую ты не зачел. Потому что вот тех окуней, помимо больших двух, я тебе тоже не знаю. Давай-давай, веселей, зубками-зубками. Как говорится, с майонезом и гвозди хороши. А ты его так ляпнул-то от души. Ну ладно, что же делать-то? Ой. Я говорю, какой-то... Максимилиан, ты меня прям не сильно любишь. Ну выбрал бы самый элитный сизерком. Ну что, ну что это? Он что, плодится, что ли, у меня на глазах в майонезе? Ну, парни, опробуем реально съедобный силикон. Вот это по-кому-чего-чего-чего. Давай, и чуть-чуть так по-мебу, послевкусие вот это вот, весь цимус самый. А? А гвалина напоминает, но вкусно с мазиком-то. Для истории. Хрустит вкусненько. Нет, честно, ребят, мне написали, как окунь это жрет. Да, проиграл, так проиграл. Вот тебе и сизеркомп. Редкостная, вкуснятина. Понеслась. Это у нас вобринг в размере 2,5 дюйма. Вот это нормально на эту палочку. А сизер-то вкусный. Слышь, пернатый, как тебе? Вот как, он его отдавать не хочет. Заел, заел, заел. О, вот что с ним делает, а. Полетели. Бабушку зови. Да, да, такой же стандартный. Бодрый. Короче, понятно. Сегодня с ним все понятно. Нет выхода. Этот уже клюнул так нормально. Я ей говорю, нет выхода, можешь не ловить. Знаешь, во сколько выхода, приходи лови. Опа. Быстро, аккуратно. По голове, извини, друг. Конечно, да, без электроники плохо. Вся рыба привязана к корягам, и нам приходится просто много перемещаться и искать. Нашли коряжку, сняли рыбу. Не нашли, без рыбы. Зачем тебе электроника? Здесь и связь хреновая. Телефоны не звонят, эхолоты не пищат. Правильно? Правильно. Поэтому учитесь отдыхать правильно. Вы, водоем, снасти, и рыба. Вот честный, абсолютно правильный поединок. Читать рельефы нормальный, правильный рыболов пожалуй, что умеет. Вот это нормально на эту палочку. На всякий случай порылевый подсад приготовил. Ого, ого. Сибирчик. Сизерком. Для тех, кто не верит. Клыками зажал и не отдает. И даже рот открывать не хочет. В связи с этим. О! Что, отпустим? Или съедим? Отпустим, отпустим. Мы сегодня толстого бы ели. Шагайк, боже. Ох ты ж. По-моему, они дуреют от Сизера. А вот тебе его, блин. По-перлу? Да, очень хорошо, по-перлу. Как у меня прям-то. Мне почему-то кажется, он неплохой, либо такие ощущения от легкой палочки. Я думаю, у меня и рыбка тоже неплохая. Как раз коряги недалеко от нас. Вот он. Это он. Витя, давай, пацан. Ну, я думаю, где-то за два уж точно. Ближе к трем. Это да. Это симпатичный кочебал. А вот теперь в домике. Мужчина. Я не виноват, у вас маленький пацан, честное слово. А вот и вобринг, для тех, кто верит. Красавчик. Я в тебе не сомневался, как и в вобринге. Ну, нет. Я думаю, где-то, наверное, 2,600, 2,700. Ну, все равно. Я думаю, 2,5 он не перешел. Редактор субтитров А.Семкин